По трассе есть места отдыха. Здесь можно не только покушать или отдохнуть. Также здесь есть эстакада, где можно сделать машину свою. Давайте прокатимся, посмотрим. Мы заехали на эстакаду. Также по дороге есть туалеты. Давайте поближе подъедем, посмотрим. Есть уличный туалет. Это скорее всего зимний вариант туалета. Есть беседки, где можно посидеть, покушать. Мы уже на подъезде к городу Копчегай. С правой стороны видно город начинается. Уже пересекли в черту Копчегай. Скинули скорость до 60. Здесь кругом стоит казино, казино. Красивый вид. С левой стороны, прямо на выходе с города Копчегай, есть один автосалон. Вот мы его видим с левой стороны. Здесь ретро-мобили стоят. Копчегай. 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 После Копчегая, после поворота, конечно, дорога стала не очень хорошая, вся разбитая. Не знаю, как тут на легковом автомобиле ехать, но на джипе здесь... Даже на джипе здесь сложно ехать. Дорога осталась там. Мы ушли на бездорожье. Идем по пересеченке. Так гораздо ехать приятнее, чем по лункому асфальту. Кочевник 5 км. Сейчас у нас плановый осмотр автомобиля. Ничего у нас не отвалилось, ничего не сломалось. Когда идете по бездорожью, по пересеченке, надо всегда следить за тем, чтобы не потерять никаких деталей, никаких частей своего автомобиля. Номерной знак, еще что-то. И вид очень шикарный. Мы решили остановиться, посмотреть. Пофотографировать. С левой стороны мы можем наблюдать Ильи, речку, спустились к ней. Сейчас едем вперед. О, вот он. Вон он, кочевник. Вот это крепость Намад. Осталось чуть-чуть. Возле крепости Намад. Вход получается отсюда. Соблюдать правила безопасности надо. Но мы, к сожалению, с собой каску не взяли. Ух ты! Классно. Интересно, по этой лестнице вверх пойти можно? Давай прогуляемся сначала по всему городу, а потом поднимемся. Обалдеть, какая красота! Наверное, мы идем по проспекту, по центральной улице. Материал, из которого выполнено это все, скорее всего, саман. Заглянем за декорацией. Вау! Название улицы я, к сожалению, не могу сказать. Названия нету. Но это действительно как будто попадаешь в какой-то средневековье. Я так полагаю, это центральная площадь, но мы на нее сейчас попадем. Очень красиво попадаешь, действительно, в эпоху старины. А вот это ворота, центральный вход. Он с этой стороны закрыт. Смотрите, как в фильмах показывают. Такой массивный затвор, что никакой противник. Ну, катушка это что-то, наверное, из современного. А вот эта вот катушка из старого. Это, скорее всего... Я не знаю, для чего она нужна. Для чего-то нужна была. Давайте поднимемся по лестнице. Ого! Да, я думаю, сюда нельзя подниматься, потому что брус очень гнилой, и можно получить какую-то травму. И разрушить это замечательное сооружение. Мы туда подниматься не будем. Посмотрим все снаружи только. И немножко за декорацией зайдем. Посмотрим, что внутри дома. Я нашел лестницу, по которой стабильно можно пройти. Да? Да. По этой лестнице. Тут еще подвальное помещение есть. с видом на центральный проспект. Здесь, скорее всего, кровать, где спали люди, но по задумкам автора этого проекта. Ну и, скорее всего, герои фильма тоже отдыхали здесь. Так, здесь что-то это не античное. Современное. Это How Но или Но Хау. Продолжаем дальше. Наш путь. Вот такие штуки, я не знаю, как они правильно называются, предназначены для того, чтобы сюда коня привязывать. Вот здесь ремонт идет. А, наверное, вот это центральная площадь, я так думаю. Потому что центральный вход. вид замечательный я бы хотел он туда подняться наверх дверь закрыта туда скорее всего входа нет это одно из мест куда можно съездить на выходных прогуляться посмотреть окунуться в эпоху средневековья давайте посмотрим что это за ворота прогуляемся и туда там тоже такие же большие ворота туда же запах такое что но дает запах вот этого всего окунуться в старину так мы с вами там видели какие-то лестницы здесь скорее всего по задумкам автора наверно был базар ну да как тоже на стены забирались люди чтобы охранять свой город давайте посетим вот это здание эту постройку так вот там за декорации мы туда не пойдем о как здесь интересно так ну чтож пойдемте назад ух ты что там что-то интересная кладкой какая-то давайте посмотрим здесь надо быть предельно осторожным палки есть немножко подгнившие уже и выходим опять на улицу что тут за такая красивая девушка ходит мы хотели немножко рассредоточиться но она все ходит возле меня и ходит вы меня преследуете о я нашел еще одну улицу по ней надо тоже прогуляться возможно мы даже поднимемся туда сейчас на балкон так и мы выходим опять на то место откуда мы пришли давайте зайдем тогда вот в эту постройку посмотрим что внутри за декорации вход на вон тот балкончик к сожалению недоступен на него можно при желании залезть но мы этого делать не будем тут так массивно лежит на полу дверь как будто ее кто-то пином выбил очень похоже на какой-то рынок очень похоже на какой-то рынок это дверь закрыта вдруг за ней что-то скрывается очень интересно вы слышите этот скрип так ну здесь человек оставил свои следы мусор веревка по ним наверно туда наверх можно забраться но мы забираться не будем это наверно что-то из из гончарного не знаю точно что это может быть такое ну да ну не крутится крутить не будем чтобы ничего не повредить не сломать так мы хотели посетить еще один балкончик сейчас мы попробуем на него зайти давайте прогуляемся вот здесь это единственные ступеньки по которым я иду очень уверенно мы продолжаем нашу экскурсию по крепости намат интересно на нее вход есть пойдемте поищем мы сегодня с собой не взяли рации нам приходится перекликиваться хотя здесь это же скорее всего колодец давайте заглянем вовнутрь что находится в этом колодце или не будем смотреть да я пошутил пойдемте посмотрим насколько он глубокий увы он и там лежит мусор давайте посетим эту постройку зайдем за декорации мы хотим найти вход на он та самая высокая высокая башня в этом чувствуешь себя сталкером так я вижу вход пойдемте ка туда часть кровля обрушилась нет мы мы не туда мы в другое место по запаху здесь здесь ночует скот да и по по виду здесь тоже а вот этот как раз на и есть вход а нет это опять на на площадь выходят вернемся назад и скорее всего наверху нельзя находиться потому что пролеты сильно большие и не выдержат вес человека не говоря уже какой-то группе людей люди должны быть бережны немножко нашей природе не мусорить прям не очень приятно ходить по мусору я нашел какую-то дверь здесь проход очень низкий надо согнуться чтобы пройти сейчас секундочку и это у нас здесь юрты нету вот мы попали опять за кулисы сожалению мы туда подняться не не смогли там оказалось только декорация на башню входа нет хотя он наверно здесь но все на этом будем наверно возвращаться уже идемте еще раз где-нибудь теперь опять вот так вот пройдем мы шли оттуда теперь идем в обратном направлении и массивные колонны непонятно из чего они сделаны здесь аккуратнее здесь можно проводить такой прям играя все под ногами ну чтож экскурсия по крепости намат у нас еще не окончено но уже вблизится в завершение мы идем к выходу теперь посмотрим в обратном направлении как это все выглядит мы покидаем крепость намат очень интересные места здесь его еще сейчас достраивают он в режиме реконструкции так что скорее всего через год через два здесь будет еще интереснее надо будет посетить на следующий год это место в Казахстане вообще много места интересных где можно посетить посмотреть сейчас мы возвращаемся к машинам да и наш стабилизатор он тоже уже устал вот на заднем плане у нас уже остается крепость намат сегодня интересное место было подписывайтесь на наш канал смотрите наши видео ставьте лайк задавайте вопросы будем отвечать всем комментируйте до конца Фондю любит тебя до конца до конца Продолжение следует...